Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы читаем вторую книгу Маковеев, и сегодня 11 глава. Читаем небольшими отрывками и толкуем их. Спустя очень много времени Лисий, опекун и родственник царя, наместник царский, с большим огорчением, перенося то, что случилось, собрал до 80 тысяч пехот и всю конницу и отправился против Иудея с намерением города сделать местом жительства эллинов, храм обложить налогом, подобным прочим языческим капищам, а священачаля сделать ежегодно продажным. Ну, давайте здесь разбираться, значит, какие события. Это восстание Маковеев, которое идет весьма и весьма успешно. В это время главный гонитель, или, скорее, главный инициатор гонения умирает. Это Антиох IV Епифан. На его место сходит сын Антиоха, который тоже зовут Антиох, только уже V, и его прозвище Евпатор. Значит, это мальчик, это ребенок, ему 9 лет, и опекуном его становится Лисий, который должен следить за порядком. Вот, и понятно, что царь здесь немножко такая номинальная фигура, и главный, конечно, этот опекун, этот регент. И он имеет власть, и он видит, что Иудея бунтует, решает на нее напасть, устроить геноцид. И более того, город Иерусалим отправился против Иудея с намерением город, понятно, что это Иерусалим, сделать место жития эллинов. То есть всех евреев из города выгнать, город сделать греческим полисом, ну и полностью его сделать языческим. Храм обложить налогом, храмы языческие, ну сложно сказать, храм Иерусалимский облагались ли налогами, скорее всего Иерусалимский нет, а вот языческие облагались. И что сделать? Этот храм явно будет храмом не истинного бога, а храмом Зевса Олимпийского или еще кого-то. Вот, и в этом храме должен был быть священник, ну главный священник, и он, это место должно было покупаться и продаваться. Ежегодно проводить аукцион или конкурс, чтобы получить это место. Зачем? Храмы, понятно, что были местом паломничества, посещения, любые храмы, и понятно, что люди там оставляли какие-то деньги. Но кроме этого, храмы были такими банками, и поэтому, когда человек оказывался на месте священника, он получал не только пожатые, но получал возможность распоряжаться оставленными деньгами. Хорошо. Хорошо. Нисколько не подумав он о силе Божии, понадеясь на десятки тысяч пехот, он еще конец на 80 слонов. Вступив в Удии, приближиваясь к Вивсуре, месту укрепленного, настоящего Иерусалима, 101,5, он обложил его. Ну, давайте здесь разбираться. Евреи неоднократно побеждали. Причем побеждали, ну вот, необычным способом. То есть, маленькое войско, раз, и разбивает большое войско. Неожиданно, успешно. И вот, возможно, Лисий, смотря на все это, думает, ну, те, кто воевал с иудеями, провел это все необдуманно. Маленькими силами, без тактики, стратегии. А вот сейчас он собирает, там, десятки тысяч пехоты, тысячи конниц, еще и слонов. Здесь, действительно, в войске Сирийской империи были слоны. Ну и вот, он нападает. Думает, что вот сейчас он все правильно сделал и победил. И победит. Однако, он не думает, что за иудеями стоит Бог, который помогает им. Значит, Вевсура, что это за место, так, есть предположение. Но вот, она, здесь написано, что стоит стадий на 5. Однако, стадий на 5, ну, считается, это чуть больше километра. И никаких таких вот городов, которые мы могли бы определить, как Вевсуру, нет. Скорее всего, речь идет не о стадиях, а о другой мере длины. И расстояние от Иерусалима, дает Вевсура, где-то километров 30. А вот там уже есть города, там, населенные пункты, которые попадают под это описание. Хорошо. Когда Макавей, ну, понятно, что это Иуда Макавей, и бывшие с ним узнали, что он осаждает твердыней, то с плачевыми слезами вместе с народом умоляли Господа, чтобы он послал доброго ангела ко спасению Израиля. Вот этот добрый ангел. Если взять книгу пророка Даниила, то там есть интересный момент, в котором говорится о том, что у каждого народа есть свой ангел-хранитель. И вот такой ангел-хранитель есть и у иерейского народа. И вот, возможно, Иуда Макавей молится, чтобы Бог послал этого ангела. Послал ли Бог ангела для израильского народа, для защиты его отдельного, не для каждого человека, а именно для всего народа? Да, было. Это история с освобождением от нашествия сирийцев. Это ангел, который ввел евреев по пустыне. Ну, то есть, вот есть такой ангел. Макавей же сам впервые, взяв оружие, убеждал других вместе с ним, подвергая себе опасности, помочь братьям. И они тотчас охотно выступили с ними в поход. Когда они были близ Иерусалима, тотчас вел с предводителем их всадник белой одежды, потрясающий золотым оружием. Ну, то есть, они выходят, отправляются вот к тому городу, который осаждается, вот эта Вевсура. Там небольшое расстояние, значит, и появляется вот этот ангел, о котором они молились. Это ангел с оружием. Мы часто представляем ангела, ну, просто там, юноша с крыльями, но стоит сказать следующее. В Священном Писании никогда ангелы не описываются с крыльями. Ангел всегда в виде человека. Вот Серафимы, Керубы, Херувимы, они с крыльями, но ангелы просто как люди. Все они вместе возблагодарили милосердного бога и крепились духом, готовые сокрушить не только людей, но и лютых зверей, и даже железные стены. Значит, ну, давайте, что за лютые звери? Это слоны. Значит, слонов специально тренировали, и когда они приходили в такой раж, их даже перед битвой поили вином с ладаном. Вот они приходили в такое возбуждение, они бросались и, естественно, там всех топтали. Вот. При этом толстая кожа, причем еще броня, которая их закрывала, понятно, что делали их такой достаточно грозной силой. Вот. Железные стены. Откуда здесь железные стены? Очень интересно. Ну, давайте вспомним учебник по истории Древнего мира и изобретение македонян. Это фаланга. То есть, когда строились такие ряды, закрывались щитами, выставляли копья, и вот такая вот железная коробка медленно двигалась на врагов. Это, конечно, было достаточно страшно. Сохранилось описание первой встречи римлян с этой фалангой. И вот сам военачальник, когда он это увидел, он очень успугался. Вот это железные стены. Так пришли они под покровом небесного поборника, то есть вот этого ангела, по милости к ним Господа. Как львы бросились они на неприятеля и поразили их 11 тысяч пеших и 1600 конных, а прочих обратили в бегство. Многие из них, быв ранены, спасались раздетыми, сам лисий спастся постыдным бегством. Они бегут, и с ними бежит лисий. Вот это постыдное бегство. Что это такое? Он бросает оружие, бросает доспехи и убегает. Ну, не голые, конечно, тут спасались раздетыми. Это они не голые бегут. Они бегут без вооружения. Для греков это был большой позор. Возможно, вы помните это выражение. Со щитом или на щите. На щите нанесли убитых. Но на... Как? Человек не выпустил свой щит. Со щитом ты вернешься со своим щитом. Щит это самое тяжелое. Ну, понятно, что его первым можно бросить во время бегства. Вот. Поэтому постыдное бегство. Воин, который бежит с поля боя, бросив оружие, конечно, не вызывает уважения. Будучи же небессмысленным, обсуждая сам собой случившее с ним поражение, он понял, что евреи им победимы. Потому что всемогущий бог с поборствует им посему, послал к ним, уверяя, что он соглашается на все законные требования и убийцаря быть другом их. Понятно, Лисий все-таки не глупый человек. Он понимает, что войну не выиграть. Здесь объясняется, потому что за евреев бог. Насколько Лисий это понимает, потому что он язычек, он не станет монотеистом. Но скорее он так понимает. Ага, вот бог евреев, он сильнее моих богов. Поэтому нужно с ними договариваться. Какие законные требования? Законные требования. Это требование исполнять закон для иудеев, чтобы их не трогали. Маковей, заботясь о пользе, согласился на все, что предъявлял Лисий. Ибо царь одобрил все, что предложили Макове и Лисию на письме относительно иудеев. Ну и Маковей тоже идет на это, потому что, хотя евреи побеждают, но все равно они гибнут. Вот Израиль, сколько там населения, и Сирийская империя. Да, они разбили один отряд, второй отряд, третий отряд, но все равно какая-то часть евреев гибнет, гибнет, гибнет. И сколько бы они не побеждали, рано или поздно, они просто закончатся. Поэтому Маковей-то и идет на вот это соглашение, что давайте мы договоримся миром, вы будете получать налоги, получать там лояльность, а вы не будете нас трогать, не заставлять быть язычниками. И дальше идет 4 письма, которые посылали разные люди к иудеям, объясняя, как и что будет. Итак, первое письмо, это письмо Лисия к иудеям. Письмо же писанное Лисиям к иудеям было следующее содержание. Лисия народует иудейскому радоваться. Слово радоваться, хара, это было приветствие обычное, ну, то же самое, что у нас здравствуйте. Когда архангел Гавриил обратился к Деве Марии, он так и сказал ей, радуйся. Иоанн и Ависалом, ваши посланные, передав подписанный ответ, ходатайся о том, что было значено в нем. Ну, Иоанн и Ависалом, это достаточно распространенные имена, это просто посланники, которые пришли от иудеев. И вот они изложили требования иудеев. Итак, о чем следовало донесить царю, я объяснил, и что можно было принять, то он согласился. Посему, если вы будете сохранять доброе расположение к правлению, то и на будущее время я постараюсь содействовать вам ко благу. Ну, то есть, вы будете лояльны, а мы не будем вас трогать. Отчастность же, я поручил как вашим, так и моим послам переговорить с вами. Будьте здоровы. 148 года, месяца Диаскоринфия, 24 дня. Значит, здесь 148 год, это, естественно, время Селепкидской эпохи. Это 160-е годы до Рождества Христова. Месяц, который здесь назван, ну, не очень понятно. Скорее всего, это весна. Следующее письмо пишет Антиох Евпатор, вот тот самый, малолетний царь, к Лисию. Ну, скорее всего, он не сам пишет, а пишут его советники. Письмо же царя было такого содержания. Царь Антиох брату Лисию радоваться. Есть мнение, что Лисий был даже какой-то родственник, родственник царя, ну, и поэтому он-то называет его брат. Хотя, конечно, это не родной брат. С того времени, как отец мой отошел к богам, наше желание то, чтобы подданный царство доставались безмятежными в отправление дел своих. Значит, мой отец, это Антиох Епифан, отошел к богам. Такое представление, что цари это боги, и когда они умирают, они отправляются к богам. Значит, далеко не все люди отправлялись к богам, далеко не все люди обожествлялись, но вот цари точно. Что хотел царь, чтобы в его царстве был мир? Об этом речь идет в предыдущих главах, так что, возможно, Антиох как раз и ссылается на то, что писал когда-то его отец. Когда же мы услышим, что идея не соглашается над предпринятой отцом моим нововведения эллинских обычаев, причитают собственное установление и потому просят, чтобы позволены будем соблюдать свои законы. Ну, здесь так очень дипломатично написано, что они просят, на самом деле они не просили, они это право завоевали с оружием в руках. То желаю, чтобы этот народ не был беспокоен, определяем, чтобы храм их был восстановлен, чтобы жили они по обычаю своих предков. Ну, не иудеи это захватили, не иудеи это завоевали, такое право, а царь им дарует. Храм, конечно, не был разрушен, но он был восстановлен в прежнем статусе, то есть храм, храм Яхве. Ну, и, естественно, иудеи должны жить по обычаю своих предков. И так ты хорошо сделаешь, если пошлешь к ним и заключешь мир с ними, чтобы они, зная наши намерения, были благодушны и весело продолжали заниматься делами своими. чистое дипломатия. Мы решили, мы отправляем тебя, ты им скажешь, они будут это делать. Понятно, что в данной ситуации это как хорошая мина при плохой игре. Иудеи побеждают. Дальше письмо идет Антиоха Евпатора к самим иудеям. Хотя уже было письмо Лисия, но теперь уже письмо самого царя. К Тароджи письмо царя было такое. Царь Антиох старейшинам иудейским и прочим иудеям радоваться. Ну, обращение как здравствуйте. Но здесь интересно, что у евреев нет какого-то единоличного правителя, а они управляются советом старейшин. Это совет старейшин. Это то, что в Новом Завете называется Синедрион. Если вы здравствуйте, то мы желаем мы также здравствуйте. Ну, здесь стандартное обращение, как у меня все хорошо, ну, надеюсь, что и у вас все хорошо. Ну, такое обращение. Менилай объявил нам, что вы желаете сходить к вашим, которые у нас. Итак, тем, которые будут приходить до 30 дня месяца к Санфика, готова правая рука в уверении их безопасности. Менилай это человек, который захватил власть в Иерусалимском храме, и он потом оказался при царе, и здесь объявляется такое перемирие, чтобы иудеи, которые жили в Антиохии, могли общаться с иудеями в Иерусалиме. Иудеи могут употреблять свою пищу, храниться из закона, как и прежде, и никто из них никаким образом не будет беспокоен за бывшее опущение. То есть, объявляется амнистия и употреблять свою пищу. Одна из причин восстания была в том, что евреев заставляли есть запрещенную пищу или пищу, посвященную идолам. Вот, теперь это отменяется. Я послал к вам Менилай, чтобы он успокоил вас. Будьте здоровы, 148-го года, 15-е дни Оксанфика. Ну, Менилай, я уже рассказал, кто это, какое это время. Это тот же год, 160-е годы до Рождества Христова, и это весна. Но, кроме вот этих трех писем, Лисия, царя к Лисию, царя к Иудеям, пишется еще одно письмо. Это письмо римлян. Здесь нужно объяснить следующее. Вот, это время Рим, он еще там, на западе, он еще далеко, но он уже начинает расти. И он начинает влиять на все Средиземноморье. В том числе, чем он занимается? Он посылает своих легатов, которые, ну, наблюдают, если есть возможность, вмешиваются в дела. То есть, Рим еще не пришел на эту территорию, еще даже далеко до этого. Но, уже легаты есть, и легаты уже как-то влияют. Прислали к ним и письмо римляне следующего содержания. Квинт Мемий и тип Мамлий, старейшин Римский, иудейскому народу радоваться. Вот, кто эти люди, которые здесь названы, ну, мы не знаем. Этих легатов было много, и история не сохранила имена и сведения о них. Есть попытки реконструировать, кто это было, кто это были, но здесь неважно. Легаты действовали, ну, понятно, и своей властью, и там, своим умом, но все-таки они опирались больше на власть самого Рима. Что уступил вам Лисий, родственник царя, то и мы подтверждаем. А что признал он нужному доложить царю о том, рассудив немедленно, пошлите кого-нибудь, чтобы мы могли сделать для вас нужное, ибо мы отправляемся в Антиохию. Посему поспешите, пошлите кого-нибудь, чтобы и мы могли знать, какого вы мнения. Будьте здоровы, 148 года, 15 дня к Санфика. Ну, здесь, что интересно, вот, принцип Рима, разделяй и властвуй. Здесь то же самое. Вы нам сообщите, и мы попробуем на этом поиграть. Конечно, не надо думать, что римляне так настроены за евреев. Конечно, у римлян своя политика, но вот в данном случае это такие временные союзники. Хорошо, на этом заканчивается 11 глава второй книги Маковеев. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на библейском портале Экзегет. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok